Здесь, в Кизелюртовской колонии, отбывают оказания более 300 женщин. Все они осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Жестокие убийства, терроризм, сбыт наркотиков. Но именно праздники за решеткой – возможность пусть и ненадолго забыть о тюремных тяготах и почувствовать себя просто женщиной. Я очень волновалась, но мне хотелось постараться, показать, что я могу. Хотелось как-то себя по-новому раскрыть, как-то отвлечься. Образы девушки выбирали сами. Сами себе делали прически, макияжи и даже шили костюмы. Знаете, наверное, основная роль была этих костюмов. Вот я училась у нас в профессиональном училище. И как-то девочки, у нас был спектакль, девочки попросили, скажем, давай, помоги все равно. В швейном цеху у нас, где у нас практика проходится, там у нас офсиновские заказы. Шьем мы камуфляж для сотрудников, там, арестантскую робу и тому подобное. И как бы там мы можем шить, у нас свободное время определенное, мы можем шить, что нашей душе угодно. Ну вот из чего-то мы собрали, какой-то материал там, оттуда вот, вот шили вот такие платья, вот ручные, вот такие костюмчики. Вот для балета у нас пачки шитые. В программу праздника вошли вокальные номера, индийские танцы, театральная постановка. Осужденные артистки в прямом смысле блистали грацией и артистизмом, а их эффектные образы дополняли друг друга. Эмоции зрителей сменялись то смехом, то слезами. Песни в их исполнении звучали особенно пронзительно и душевно. Никому ты не верь, мама есть у тебя. Я рядом с тобой, просто ты не видишь меня. Несмотря на тяжелую судьбу творческого задора, осужденные не потеряли. В личном деле у Любови Богдановой 228-я статья. Из 9 лет за решеткой она провела уже 7. Все это время она мечтает об одном – поскорее выйти и начать новую жизнь. И больше не повторять старых ошибок. Как здесь тяжело, тоже ни за что не расскажешь. И вот, наверное, все слезами, все сказано. Я думаю, что у меня все будет хорошо. Хочу выйти замуж, родить детей. Все они надеются выйти по условно-досрочному. А пока в тюремной жизни все по режиму. Учатся создавать приятные моменты даже за решеткой. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Касанов. Телеканал ННТ «Кизелерт». Телеканал НТ «Кизелерт». Телекты и Дауд Касанов. Телекты и Дауд Касанов. Продолжение следует...